Досточтимые друзья, мы начинаем наши беседы по Евангелии от Луки, точнее, продолжаем наши беседы по Евангелии от Луки. И сегодня мы будем читать вторую главу этого Евангелия, которая начинается словами «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Император Август считается одним из значительных римских императоров, который как бы он продолжал традицию императора Цезаря. Зачем евангелисты упоминают, что Рождество Христово происходило именно при этом правителе? Какое назидание это может нести для нас? Таким образом, евангелисты подчеркивают историчность тех событий, о которых рассказывается в Евангелиях. Другие евангелисты называют Понтия Пилата и других правителей тех времен. Как, собственно говоря, и в Никетерградский символ веры вошло имя Понтия Пилата для того, чтобы указать на историчность события. И это имеет очень большое значение. Это указывает на то, что произошедшее однажды в истории, оно имеет вечное значение. Но это было именно в нашей истории. Это часть общечеловеческой истории Бога воплощения Сына Божия здесь, на земле. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квериния, Сирию, и пошли все записываться, каждый в свой город. То есть, по условиям этой переписи, каждый должен был идти в тот город, откуда он был родом. А так как сродники Иисуса Христа, они были из дома царя Давида, они должны были прийти в Вифлеем, который являлся родиной царя Давида. Мы это видим из некоторых ветхозаветных текстов. Пошел также Иосиф из Галилея, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариейю, обрученную ему женою, которая была беременна. Здесь мы видим, что Иосиф и Мария, они не уклоняются от исполнения этой гражданской обязанности и участвуют в переписи населения. Таким образом, они создают прецеденты для нас, не уклоняться от исполнения гражданских обязанностей, даже тогда, когда речь идет об оккупационных властях. Потому что Палестина тогда находилась под управлением римских оккупантов, но древние считали так. Если над нами хорошие правители, это нам благословение от Бога за правильную жизнь, а если над нами плохие правители, то это нам в наказание за неправильную жизнь, но это то, что тоже проистекает от Бога. Например, когда было татаро-монгольское нашествие, наши князья были вынуждены ездить в Орду, в Золотую Орду, и когда они там находились, от них требовали, чтобы они поклонились истукану, идолу. На что русские князья отвечали – мы истукану кланяться не будем, а вот хану мы будем кланяться до земли, потому что за наши грехи он поставлен над нами правителем. И мы почтим эту волю Божию, и вот хану мы будем кланяться, а истуканам кланяться мы не хотим. Вот в этом есть своя логика, что верующие люди всё воспринимают как из рук Бога. И если кто-то недоволен своим правителем, на самом деле он должен пенять на самого себя. Значит, наш нравственный облик таков, что он не заслуживает другого правителя. И далее мы читаем, когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. То есть они не могли уклониться от исполнения этой обязанности гражданской, даже в связи с тем, что она была на последнем месяце беременности и ожидала родить ребёнка. Но в это же самое время, когда они прибыли в Вифлеем, туда пришло очень много других людей, тоже на перепись населения, которые принадлежали к дому царя Давида, были его сродниками. И собралось такое большое количество людей, что не было возможности всех разместить в гостинице. И поэтому они остановились в пещере, которая являлась местом загона для скота в зимнее время. И пастухи, которые находились рядом с пещерой, они не пасли овец, они охраняли овец и другой скот, который находился в этих загонах, которые делались прямо в пещерах, которые во множестве и теперь наблюдаются в окрестностях Вифлеема. Вифлеем по-еврейски произносится как Бейтлехэм, то есть дом хлеба. И очень знаменательно, что Христос, который говорил о себе, что он есть хлеб, сошедший с небес, он это говорил в евхаристическом смысле, он рождается в Вифлееме, Бейтлехэме, то есть в доме хлеба. И святы отцы говорили, тот колос, который рождается в Вифлееме, он евхаристически напитал всю вселенную. И действительно, Христос в святых дарах причастия духовно окормляет всю вселенную, рожденный Вифлееме в этом доме хлеба. Очень знаменательным представляется то, что им не нашлось места ни в какой гостинице. Этим как бы подчеркивалась неспособность мира принять Христа Спасителя в его рождение. Он рождается не в богатом дворце, не в роскошной обстановке, он рождается как смиренный человек в пещере, которая являлась местом загона для скота и в которой были ясли, то есть кормушки для животных и когда его спеленала Дева Мария, она положила его в кормушку для скота. И святые отцы обращают на это внимание, потому что мы с вами прочитали, и родила сына своего первенца и спеленала его. И отцы говорят, скорее всего, это связано с тем, что рождение Христа было безболезненным. Христос не нанес никакой боли своей матери, он проходит ложе сна дверями затворенными, не разрушая их, как он вошел в Сеонскую горницу по воскресению из мертвых дверями затворенными, таким образом сохранив девство своей матери. И косвенно это чудо подтверждается тем, что она сама и та, которая рождает, и она выполняет функции повитухи. Она спеленала ребенка и положила его в ясли в кормушку для скота. В этом тоже есть некое аллегорическое прочтение. Когда мы принимаем святое причастие, то мы принимаем его дверями, как говорится в молитвах, которые Господь сотворил, то есть нашими устами. И он входит в наше тело, в святых дарах причастия, и очень важно, чтобы он не оказался внутри нас, как в некой кормушке для скота. Потому что жизнь многих людей, она проистекает между диваном и холодильником, холодильником и диваном, и за пределы этих интересов, она не выходит. Многие так и живут. Холодильник, диван, диван, холодильник, но по дороге еще заходит в одно место, чтобы облегчиться. Когда Христос рождается, мы это увидим далее, свидетелями этого чуда становятся смиренные пастухи, которые они содержали ночную стражу, охраняя овец, и волхвы, которые принесут в дар Богу-младенцу золото, ладан и смирну. Золото как царю, ладан как Господу, а смирну как человеку, которому надлежало умереть. Ибо смирна в то время использовалась для изготовления бальзама, которым натирали тело мертвого человека. Которым натирали тело мертвого человека. Таким образом, у ног младенца Христа Иисуса встретится человеческая простота в лице пастухов и человеческой мудрости, в лице волхвов, и они, пастухи и волхвы, поклонятся Богом младенцу Христу Иисусу. И мы читаем, в той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. То есть, они не пасли, овец – это зимний период, они их охраняли. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осеняла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидово Спаситель, который есть Христос, Господь, и вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях, и внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышне к Богу и на земле мир в человеках благоволения. Знамением было то, что когда пастухи войдут в эту пещеру, они обнаружат младенца, что его спеленали и положили в кормушку для скота. Ведь никто же не кладет младенца в кормушку для скота, если младенец рождается дома, его же не выносят в хлев и не кладут его в кормушку для скота. Это было как бы из ряда вон выходящее обстоятельство и ангелы это предсказали. Христос станет учителем простых людей, труждающихся и обремененных. Именно поэтому он рождается более чем в скромной обстановке. он будет царем, но царем нищих, обездоленных, плачущих, скорбящих, смиренных. И апостол Павел пишет о Христе, что он всех нас обогатил нищетою Своею. Другой вопрос, который мы должны рассмотреть, а почему в целом Бог является в этот мир как отрача младо предвечный Бог. Отрача младо и при этом предвечный Бог. Для чего такое сочетание? В этом происходит как бы умаление божества кеносис по-гречески. То есть божество умаляется и становится младенцем нас ради человека, нашего ради спасения. И, как рассуждает Августин, может быть, это связано с тем, что мы с вами слишком взрослы в своей греховности. И чтобы разрушить коросту, коросту нашей взрослости в греховности, Бог умаляется до отрача млада. Предвечный Бог становится маленьким младенцем, кричащим младенцем, которого надо спеленать и положить в кормушку для скота. И действительно в рождественские дни мы все тоже немножко умоляемся, ведем себя как дети, делаем подарки, ждем подарки и поем калятки и сматриваемся в небеса, не увидим ли мы там Вифлеемскую звезду. Итак, пастухи узнали о чуде Рождества Христова от ангелов, но волхвы, о которых подробнее рассказывает евангелист Матфей, они тоже были посвящены ангелам в тайну Рождества Христова. И ангел в виде Вифлеемской звезды двигался по небу, указывая им направление. И волхвы два года добирались до места, где к их приходу родился Христос. Это мы видим из уточнения в Евангелии от Матфея, что Ирод выведал время появления звезды, а потом приказал избить всех младенцев от двух лет и ниже. То есть он не понимал, то ли этот младенец родился, когда два года назад они первый раз увидели звезду ангела, то ли он родился к их приходу в Иерусалим. И чтобы не ошибиться, Ирод даст указ избить всех младенцев от двух лет лет и ниже. И мы читаем у блаженного Феофилакта ангел является пастухам за простоту их нрава и незлобия, так как они, видимо, подражают образу жизни праведных, ибо и древние патриархи Иаков, Моисей и Давид были пастухами. Ангел не явился в Иерусалим фарисеем или книжником, ибо они были вместилищем всякой злобы, а те, не будучи коварны, удостоились божественных видений. Господь показал этим, что он с самого начала избрал и сделал проповедниками тех, которые простосердечнее других, ибо они пошли и стали проповедовать обо всем этом. Ангел благовестил великую радость, которая, сказал, будет для всех людей, собственно, для людей Божьих, ибо не все иудеи народ Божий, но воплощение Бога было радостью и для всего рода человеческого. И действительно, ангелы восклицали слава Вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволения. То есть, теперь спасение открывается не только для одного иудейского народа, у них налицо присутствовал такой религиозный эгоизм, они считали себя особыми избранниками Бога, но Господь является уже для всего человечества, дабы каждый человек, независимо от своей национальности, цвета кожи, расы, языка, социального положения, возраста, пола, мог бы обрести путь спасения. Национальный эгоизм проявляют и некоторые православные христиане, когда мы начинаем подчеркивать исключительность нашей страны, исключительность нашего народа, в осуществлении Божьего домостроительства, спасения рода человеческого. И мы говорим о миссии России как особом уделе Божьей Матери. Такое тоже можно услышать. И мне было очень интересно, когда я общался с румынскими православными христианами, и я их спросил, а вот Румыния в глазах Бога, какое положение она занимает. И румыны сказали, Румыния это особый удел Божьей Матери. У нас есть монастырь, такое было сложное название, я не запомнил, вот оттуда начнется спасение всего мира. Потом я с болгарами поговорил на эту тему, они говорили то же самое, что Болгария это место, откуда славянская азбука разослась по всему миру, оттуда начало славы славянской евангелизации, и там будет завершение, триумф, антихрист одолеет всю планету, а вот до святынь Болгарии он не сможет добраться. Ну, как и у нас говорят, что антихрист захватит весь мир, а вот Дивеевская канавка его остановит, и он там ноги свои переломает. Религиозный такой националистический эгоизм, он, конечно, связан с сентиментальностью. Всем хочется чувствовать себя немножко поближе к Господу, немножко поближе к Божьей Матери и осознавать себя под покровом Царицы Небесной. Но объективная реальность та, что есть особый удел Божьей Матери – это Иверия Грузия. Это Иверия Грузия, потому что общецерковные предания устанавливают, что когда апостолы бросали жребий, кому куда идти проповедовать, Дева Мария тоже бросила жребий, и ей выпала Иверия Грузия, как ее особый удел, и хотя она сама туда сразу не отправилась, потом, через несколько столетий, она благословила Нину равнопостольную, Нино, как ее называют грузины, и она под покровом Царицы Небесной приходит в Грузию и обращает этот народ к вере Христовой. И проблема книжников и фарисеев была та, что они были очень замкнуты сами на себя. Их национальный и религиозный эгоизм мешал им проявить смирение. А Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому свидетелями Рождества Христова оказываются простые пастухи, которые назывались фарисеями очень пренебрежительно. Амха-Арец, люди земли, то есть черн. Амха-Арец, люди земли, черн. И в Талмуде даже можно найти такое грубое высказывание. Если ты встречаешь Амха-Арец, это невежды в законе. Если тебе такое не нравится, ты можешь его прирезать. Такой очень грубый оборот. А с другой стороны, свидетелями чуда рождения Христова оказываются восточные звездочеты волхвы. Ну, представьте себе, в Москву придут какие-нибудь кришнаиты из Индии, и они скажут, вот нам известно место, где должно произойти великое чудо Божие на вашей земле, а вы-то знаете об этом месте? И у нас будет замешательство. Отцы из Синода будут обсуждать этот вопрос, Москва придет в движение, а при чем тут какие-то кришнаиты? Так и тогда была реакция, а при чем какие-то волхвы, какие-то звездочеты, эти язычники, эти идолопоклонники? Но таким образом Господь смирял свой народ, ибо Господь всегда гордым противится, а смиренным дает благодать. Это значит, что мы должны избегать любых форм эгоизма и национального эгоизма, и тем более религиозного эгоизма и превозношения. И мы читаем, когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем, и все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. Блаженный Феофилакт пишет, пастыри сии суть образ духовных пастырей архиереев. Итак, архиереям должно хранить свое стадо и играть, то есть петь нечто духовное и учить народ. И тогда они удостоятся божественных введений и слышаний. Вифлеем значит дом хлеба, какой же это иной дом хлеба, как не церковь, в которой отложен он и хлеб. Итак, дело словесных пастырей искать небесный хлеб, и когда увидят сей хлеб, долг их проповедовать и другим, подобно как пастыри, увидев младенца, передавали о нем и другим, то есть рассказывали о нем и другим. Блаженный Феофилакт уже обратил внимание на то, что пастухами были Иаков, Моисей, Давид, великие вожди еврейского народа. И Блаженный Феофилакт в других истолкованиях объясняет, почему Бог избирает пастухов стать вождями собственного народа. Потому что лишь тот, кто научился терпению, когда он пас бессловесных овец, коз, баранов, и он отточил в себе это смирение, он может пасти и словесных овец. А тот, кто горд, надмен, как он может стать архиереем, то есть пастырем, архипастырем, который сможет эффективно пасти овец. Поэтому существуют определенные нравственные претензии к тем людям, которые готовятся занять высокое положение в церкви служителей Иисуса Христа, которые осуществляют свой апостолат для народа Божьего. Конечно, в любом случае мы, священники, не можем оказаться абсолютно достойными того служения, которое мы совершаем, потому что каждый из нас осознает свое недостоинство участвовать в домостроительстве спасения рода человеческого через совершение святых церковных таинств. Это действительно действие Божественной благодати, что Он призывает нас немощных. Но Бог действительно всегда выбирал людей, способных каким-то волевым решениям, и у которых было обостренное чувство справедливости, чтобы они стали пастырями. Почему Бог избрал Иосифа, обручника Девы Марии? Это был очень простой человек. И он в своей простоте должен был оберегать Деву Марию от посягательств молодых людей, которые могли взирать на ее красоту с неким вожделением. Например, почему Бог избрал Моисея? У Моисея очень обостренное было чувство справедливости. Смотрите, Моисей, когда ему исполнилось 40 лет, выходит посмотреть на свой народ, как они живут. И он увидел, что египтянин бьет еврея. И Моисей сразу вступается за еврея и убивает этого египтянина. На следующий день он выходит, он видит два еврея ссорится друг с другом, и он и в этот конфликт включается, начинает объяснять им что-то. Потом, когда он оказался в земле Мадиамской, он у колодца заступается за женщин, которые пришли за водою дочери Мадиамского священника, одна из которых сепфора становится его женой. Вот почему Бог избирает некоторых людей. У них обостренное чувство справедливости, они занимают социально активную жизненную позицию, они неравнодушны к проблемам других людей. И вот то, что Бог избрал пастырей, которые оберегали овец, охраняли овец, это свидетельство о том, что пастырское служение – это охранительное служение. Пастырь – это тот, который, как Давид, берет палку или камень и отгоняет волка, медведя или даже льва от овечек. Но в этот мир рождается сам Бог. И хотя люди созерцали отроча млада, маленького младенца, отрока, благодать Духа Святаго подсказывала им, что это не просто младенец, это нечто несравненно большее. И есть сказание о святом Христофоре. Святой Христофор был очень красивый человек, и он занимался тем, что он переносил людей через реку. У него было такое служение. И он видел, как на него смотрят девицы, он был очень красивый, и он помолился Господу, Господи, дай мне другое лицо, чтобы никто не испытывал никакого вожделения, смотря на меня. И Господь сделал его лицо наподобие собачьего лица. Если вы наберете в Яндексе икона Христофора, вы увидите собачье лицо, но это все в нимбе, это святой Христофор. И вот однажды, когда святой Христофор, он переносил людей через реку, подошел маленький младенец, ребенок, отрок, скажем так, не младенец, отрок. Это было такое ему видение. И этот отрок сказал, а ты можешь меня перенести на ту сторону? И Христофор опрометчиво, быстро ответил, да, конечно могу, я не таких переношу через эту реку. И ребенок сказал, попробуй. И Христофор взял и посадил к себе на плечо этого ребенка. И когда он зашел в реку, он вдруг стал ощущать тяжесть, он понял, что он несет на своем плече целую вселенную в лице этого ребенка, а потом он понял, что на самом деле этот ребенок несет всю вселенную, он несет всю вселенную и Христофора вместе с этим миром. Это было ему такое явление Христа, и само это имя Христофор означает Христоносец, то есть тот, кто носит Христа, Христоносец. Каждый из нас становится Христофором, когда мы причащаемся тело и крови Иисуса Христа, мы содержим в сосуде своего тела того, который содержит весь мир, ибо о Боге сказано, что мы им живем, движемся и существуем. И мы читаем далее, а Мария сохраняло все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Блаженный Виавилак пишет, «Какие слова сохраняла Дева? Иные говорят, что те, кое сказал ей ангел, и те, кое сказали ей пастыри, она соблюдала их и слагала в сердце своем, то есть обсуждала и во всех находила одну согласную мысль, что сын ее есть Бог. А мне кажется, что здесь словами называются события. Говорится как бы так, Мария сохраняла все слова, то есть те события, о которых я теперь говорю, и через то делаю их словами, ибо события, когда о нем скажут, становятся словом. Пастыри возвратились с благодарностью Богу за все ибо они не были завистливы, как другие иудеи. Итак, Евангелие детства Иисуса Христа, как мы уже говорили, на первой беседе исходит из сердца Пресвятой Девы Марии. То, что написал Матфей о рождении Христа, о приходе волхвов, то, что описывает Лука, о явлении ангелов пастухам и все события, связанные с детством Иисуса Христа, это Евангелие исходит из сердца Девы Марии, а евангелисты, общаясь с Девой Марией, они узнали об этих событиях и описали их в своем Евангелии, так что один из них, Матфей, подробнее рассказывает о приходе Вифлеемскую пещеру смиренных пастырей. И мы читаем далее. По прошествию восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченный ангелом, прежде зачатия его в очреве. Из Евангелия от Матфея мы узнаем о том, что когда волхвы отошли от Иосифа, то явился ангел Божий и сказал, чтобы Иосиф не возвращался в Назарет, а тайным путем отошел бы в Египет, ибо Ирод хочет искать и убить младенца. И здесь мы видим этому подтверждение, что когда исполнились дни очищения, их по закону, то есть сорок дней после рождения, принесли его в Иерусалим, то есть младенца Христа. Это было их движение к Египту через Иерусалим. Легче было затеряться в большом городе, чем нежели если бы они вернулись в Назарет, где их уже искали, и в окрестностях Вифлеема уже началось избиение младенцев от двух лет и ниже. А когда исполнились дни очищения, их по закону Моисееву принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. И так получается, что на восьмой день по рождению делается обрезание и наречение имени Христа, ему дают имя Иисус, а к сороковому дню они перемещаются в Иерусалим, и только потом уже из Иерусалима они спустились в землю египетскую, и там находились до смерти Ирода Великого, пока на престол не взошел его сын. Блаженый Феофилах пишет, когда закон дал заповеди, тогда нарушители он их подвергались проклятию. И так Господь обрезан, чтобы и в этом исполнив закон и не опустив ничего из заповеданного он им искупить нас от проклятия. Да постыдятся от сели те, кои говорят, что воплотился призрачно, ибо как обрезан, если воплотился призрачно. Блаженый Феофилах здесь пишет о том, что некоторые считали, что Христу не надо было исполнять закон, но это неправильно. Христос, как он сам говорил о себе, пришел не нарушить, но исполнить закон. И один еврейский ученый рассказывал мне о том, что в Иерусалиме известный Равин сделал исследование всей жизни Иисуса Христа по четырем Евангелиям и нигде не нашел, чтобы Христос нарушил какой-то галахический принцип, связанный с исполнением божественных митцвод, то есть божественных заповедей. И он выпустил огромную книгу, которая получила название «Кошерный Иисус», то есть правильный Иисус, кошерный, то есть правильный. И хотя этот Равин не христианин и он противник христианства, он не смог придраться ко Христу, проанализировав его действия, его поведение, оно не противоречило галахическим принципам иудаизма. Эта книга была переведена на английский язык, на немецкий, на французский и оказалась очень популярной. С другой стороны, на что обращает внимание блаженный феофилакт, были еретики, которые считали, что Бог призрачно становится человеком. Но как можно совершить обрезание призрака? как это себе кто-то может представить? Христос именно во человечишеся. Помните Никитин-Северградский символ веры? Там есть вот это слово во человечишеся. То есть Он стал настоящим человеком, как говорят до мозга костей, настоящий человек. Во всем подобен нам. И Он был обрезан по закону, Он жил по закону, Он умер по закону. Все вот деяния Христа, они связаны с законом Божьим. Он даже одевался соответствующим образом по закону. В книге чисел, в пятикнижии Моисея говорится, что мужчина должен иметь накидку специальную и на краях этой одежды накидки, она называется талит, должны быть кисти, нити, то, что называется край одежды. Помните, кровоточивая женщина прикоснулась к краю одежды. Край одежды это цицит, ритуальные кисти, они были белые, как правило, и обязательно туда вплетали голубую нить, которая должна была напоминать о небесном происхождении Божьих заповедей. Эти кисти, они как бы напоминали людям о законе Божьем, чтобы они не забывали о нем. И в Москве, в метро, можно иногда видеть еврейских детей, они едут в курточке, у них там короткие, какие-то нитки болтаются. Вот это как раз цицит, то есть Христос строго исполнял закон. И блаженный Феофилак поясняет, он это делал ради нас, неспособных исполнить Божий закон. Ведь на самом деле никто не может исполнить закон от начала до конца. В свое время евреи сосчитали все заповеди закона Моисеева и обнаружили, что их 613 митцвод, 613 заповедей. И только Христос был тот, который исполнил все, включая жертвенный закон, ибо он стал жертвой, включая обрядовый закон, он был и тем, кто приносил эту жертву, и тот, кто принимал эту жертву. То есть все было строго по закону. И он был обрезан только потому, что в Моисеевом законе было записано, что на восьмой день надо обрезать ребенка. Мы, христиане, не обрезаем своих детей, потому что обрезание было заменено крещением. И об этом пишет апостол Павел в послании к Колоссянам. Он пишет, что в нем, то есть во Христе, мы обрезаны, обрезанием нерукотворенным быв совлечены в крещении, в христианском крещении. И как иудеи обрезывали восьмидневных младенцев, мы тоже крестим младенцев. Это прямая аналогия того, что обрезание преобразовывало собой крещение, поэтому у нас нет никаких сомнений в том, что младенцев надо крестить, и это никак не противоречит правде Божией. По закону Моисееву, опять же, родители, которые приносили на сороковой день, день очищения для матери, младенца в храм, они за очищение собственное должны были принести две горлицы или двух птенцов голубиных. И мы видим изображение, изображение этого события, когда Христа приносят в храм, это сретение, и Дева Мария и Иосиф изображаются, они несут клетку, и там голуби. То есть, они строго исполняли закон во всех его деталях. И вот далее описывается, что происходит со святым семейством в Иерусалиме. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий, то есть ожидающий, утешения Израилева, и Дух Святый был на нем, ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Для нас это очень интересный текст, который мы сейчас прочитали и по нескольким причинам. Здесь мы прочитали о том, что этому человеку было предсказано, что он не умрет до тех пор, пока он не увидит рожденного Христа. И церковное предание устанавливает, Симеон был никто иной, как один из переводчиков еврейской Библии с еврейского на греческий язык. Этот перевод называется Септуагинта или перевод семидесяти. И для нас важно обратить внимание, что о нем сказано, что на нем был Дух Святой. А Блаженный Августин пишет, так как Дух Святой был на пророках Ветхого Завета, точно так же он был и на всех переводчиков, составителей греческой Септуагинты, когда они переводили с еврейского на греческий язык. И в христианской традиции боговдухновенным текстом считается греческая Септуагинта и мы славяне имеем счастье греческий язык, мало кто знает, но наша церковно-славянская Библия сделана Септуагинты. Она сделана не с еврейских каких-то текстов, она сделана с греческой Септуагинты. Которая в понимании Августина равнозначно оригиналу. Августин в своем труде о Граде Божьем так и пишет, как Дух Святой говорил через пророков, так же он действовал через составителей Септуагинты. Но почему именно Симеону было предсказано, что он будет жить очень долго, пока не увидит Христа? Ведь перевод Септуагинты это второй век, второй век, второй там, третий век до Рождества Христова. Неужели он столько долго прожил? И предание устанавливает, что он был одним из переводчиков Септуагинты, составителем Септуагинты, и он переводил книгу пророка Исаии. перевод делался по заказу Александрийской библиотеки, известная Александрийская библиотека была. Фараон Птолемей из Македонской династии, он приказал сделать перевод всех еврейских писаний на греческий язык. Но так как он не доверял евреям, он сказал, пусть каждый переводчик переводит в отдельности, было всего 72 переводчика, их поместили на неком острове, и каждый переводил отдельно, а потом греки сравнивали, насколько адекватно они перевели. И вот Симеон переводил книгу пророка Исаии. И когда он дошел до слов «Се дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», он подумал, это ошибка в еврейском свитке. Если родит, то не дева, тем более, если примет, то не дева, и он взял нож, чтобы из еврейского кожаного свитка вырезать слово дева, алма и заменить словом каким-то другим. Но может быть словом «иша», «жена». Но когда он хотел это сделать, явился ангел Божий, который наполнил сиянием всю эту келью и сказал «Симеон, ты будешь жить до тех пор, пока ты сам не увидишь деву, которая родит, родит Христа Спасителя». И после этого видения проходили десятилетия, столетия, а Симеон не умирал. Каждый день он приходил в Иерусалимский храм, он переехал туда жить, и каждый день туда приносили мальчиков на сороковой день очищения их родителей, младенцев, и он всматривался в каждую мать, и он ждал, когда же он увидит ту деву, которая родит Христа Спасителя. Умерли все его друзья, умерли все его родственники, знакомые, он устал уже от этой жизни, он измучился, но так долго человек не должен жить, его уже отягощало эту жизнь. И вот, что происходит далее. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, то есть Дух Святой побудил его сегодня точно прийти в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал «Ныне отпущайше раба твоего владыка по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасения твои, которые ты уготовал пред лицем всех народов свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». В русско-славянской традиции это песнопение ныне отпущающая раба твоего поют, когда хоронят очень пожилого человека, когда гроб опускают в землю, в славяно-русской традиции поют ныне отпущающие. То есть человек присытился многими годами своей жизни, теперь он отходит от этой жизни в божественное вечное отдохновение. И вот этот муж Симеон, который был измучен жизнью, устал от жизни, от ожидания, когда каждый день ждешь, 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 когда же это произойдет? И он взял на руки этого младенца, он благословил этого младенца, он видел деву, которая родила и которая в Рождестве осталась девой, он посвящен в эту тайну, теперь он может спокойно покинуть этот мир. И Блаженный Феофилак пишет, Симеон не был священник, но был человеком боголюбивым. Он ожидал, что придет Христос, утешитель евреев и освободитель от рабства греховного, а может быть, и от рабства римлян и иродово. Ибо кто уверовал во Христа, тот поистине свободен и в чести у царей и всех людей. Итак, Симеон богоприимец дождался момента, которого он ожидал на протяжении длительного времени. Далее мы читаем Иосифа, и Матерь его, то есть Христа, дивились сказанному о нем, то есть Симеоном, и благословил их Симеон и сказал Марии, Матери его, то есть Матери Иисуса, «Сея лежит сей нападение и навосстание многих в Израиле». Что значит нападение и навосстание многих в Израиле? Падение для тех, которые не приняли Христа из Израиля и спасение для тех, которые приняли лицами еврейской национальности были и Иосиф, и Мария, и двенадцать апостолов Иисуса Христа, и некоторые апостолы из числа семидесяти. Поэтому и сказано о Христе сей лежит нападение и навосстание многих в Израиле и в предмет пререканий, то есть о нем будут спорить, будут пререкаться друг с другом. Может быть, вас удивит, что сказано на восстании многих в Израиле. Неужели многие уверовали во Христа? Да, реально мы видим, что за Христом ходили толпами. Помните насыщение хлебами? В одном случае три тысячи накормил хлебами, в другом случае пять тысяч накормил хлебами. Люди с такой готовностью выходили послушать его слово даже пустыню, что забывали о хлебе насущном. Поистине, как сказано в Писании, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Некоторые церковные историки считают, что, возможно, до третьей населения Палестины того времени к апостольским временам, когда начинается проповедь апостолов, уверовали во Христа и стали христианами. Сей лежит нападение на восстание многих в Израиле и предмет пререканий, а теперь он обращается только к Деве Марии. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. О чем это? И тебе самой оружие пройдет душу. Имеется в виду, что, когда мать видела, как в сына вбивают гвозди, это проходило в ее душу, каждый гвоздь как бы вонзался в ее сердце. Имеется в виду, что, когда она увидела, как копьем ударили под ребро Христа Спасителя, когда истекла кровь и вода, вода – символ крещения, кровь – символ Евхаристии, это копье как бы пронзило из сердца самой Пресвятой Девы Марии, что и предсказал боговидец Симеон, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. А вот это уточнение дооткроется помышлением многих сердец, то есть все, что будет происходить в жизни Христа, включая его страдания, это нас ради человек и нашего ради спасения для того, чтобы открыть наши сердца пред Богом. И далее мы читаем, тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех. Вот такое время она была вдовою, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Вот эта стареца пришла в духовный восторг, которая после смерти мужа она не вступила в новый брак, она не искала чувственных удовольствий, она жила при храме, посвятив свою старость Господу. Такие женщины, они как бы восстанавливают свое девство в духовном смысле, то есть всецело очищаются. Жизнь при храме для многих пожилых людей это настоящая жизнь, в отличие от той искусственной, которая нас ждет за порогом храма. И многие пожилые люди прямо говорят, только в церкви, в храме мы чувствуем себя спокойно и радостно. Как одна женщина мне говорила, я так не хочу уходить из храма. Какое бы счастье было бы находиться все время в храме и все время слушать молитвы, какие-то духовные наставления. Мне, как преподавателю закона Божия, всегда интересно понять, а насколько люди запоминают то, что говорится им. Я однажды спросил эту женщину, вот вы сегодня были на беседе, ну, как ваше впечатление? Она говорит, ой, как все хорошо, как все хорошо, а я ее спрашиваю, о чем мы говорили? А она говорит, я не помню, но было все очень хорошо. То есть, на самом деле, пожилые люди, они не могут так, как молодые, вот фиксировать информацию, но они вот это впечатление атмосферы запечатлевают в своем сердце. И это впечатление дает им возможность спокойно жить там неделю до следующего похода в храм, когда она придет, будет молиться, участвовать в таинствах и опять будет изучать слово Божие. Вот где-то недели две назад пришла одна женщина и принесла фотографию показать, умерла ее мать на представленной Екатерина, Царствие Небесное, и она ходила на занятия той школы библейской, которую я вел на Ордынке, это более 10-15 лет назад, более 15 лет, значительно более. И она умерла совсем недавно, и ее дочка показала фотографию, я узнал эту женщину, я чисто визуально это лицо распознал, она сидела в первых рядах, и она слушала с интересом, но я ее не видел лет 15, больше даже, и я спросил, ну и что случилось, а ее дочь говорит, так она все время слушала эти беседы, она радио радович любила слушать разных священников, ей так все это интересно, и она считала себя вашей духовной дочкой, я говорю, ну я вот с ней так непосредственно не общался, но она считала, что если она слушает какие-то наставления, то это и помогает жить, то есть старицы, они живут библейскими наставлениями, неважно через кого они их получают, это все впитывается в их сознание, действительно, не хлебом единым жив человек, но Словом Божиим, как одна женщина, она посещала мои лекции в ДК Зеленограда, а мы там начали изучение Псалтирия и провели два занятия по первому Псалму, потом через месяца два по второму Псалму, и после второго занятия она подходит ко мне и говорит, а сколько там всего-то Псалмов? Я говорю, 151 Псалом, а она говорит, так я не успею уже все это прослушать, тут перерывы такие, тут два месяца, бывает и больше, там как нам предоставляют помещение в местном ДК, так мы проводим занятия, и она говорит, а что мне сделать, чтобы мне вот хотелось бы всю Псалтирь вот так вот исследовать, изучить, прослушать эти беседы, я умилился в сердце своем и говорю, ну вы хотя бы молитесь за мое здоровье, чтобы я тоже смог прочитать беседы на 151 Псалом, это тоже не шутка, собственно говоря. Потом я обратил внимание на то, что древние считали, это очень такая авторитетная и очень старинная традиция, если человек, например, ему поставили тяжелый диагноз, говорят, что он там не проживет и там трех месяцев, вдруг он принимает решение, я хочу изучать Божий закон, Священное Писание, как человек, как творение Божие, я имею на это право. И древние считали, что как тот человек принимает такое решение и включается в этот учебный процесс, небесный приговор приостанавливается. И хотя врачи поставили диагноз, что он там больше трех месяцев не проживет, небесный приговор приостанавливается есть такое сказание, что ангел смерти никак не мог забрать душу царя Давида, потому что когда он подходил, чтобы забрать душу царя Давида, а Давид жил в каком режиме? Но в законе Господнем воле его и о законе его он размышляет день и ночь. Помните первый Псалом? Блажен муж. Он день и ночь рассуждал над законом Божьим. И ангел смерти не может тревожить человека, который пребывает в процессе обучения. Как он может тревожить? Были такие Божьи избранники, которые погружались в библейское откровение, и огненный столб был над их жилищами, хотя они сами не видели, и птицы даже сгорали, пролетая через этот огненный столб, за то, что они посмели там потревожить человека, который сидит в какой-нибудь хижине бедной, но он изучает Священное Писание. И ангелу смерти, чтобы забрать душу Давида, ему надо было отвлечь Давида от размышления над законом Божьим, и он стал там какую-то воду лить везде. Этот ангел смерти перевернул какие-то тазы, Давид обернулся, отвлекся от процесса обучения, и ангел смерти тихо взял его блаженную душу и ласково вынул из тела. Поэтому вот эта старица, которая живет при храме, которая присутствует при чтении закона Божия, при дискуссах богословских, которые тогда велись, при обсуждении разных заповедей, она жила этим. И даже многие из вас, мы не имеем возможности жить при храме, но душой-то мы здесь остаемся. Мы душой прилепились к этому месту, и дома мы думаем, а как там у нас в храме, а как там на приходе. И, конечно, приходы приходится менять. У меня вот первый приход в моем служении, когда я стал дьяконом, был в Тамбовской области, город Кирсанов. Мне тогда было 25 лет. Это сколько времени прошло? Мне сейчас 56 уже. я до сих пор получаю оттуда посылки. Мне присылают трусы семейные, извиняюсь за подробности, и косовородки. Там бабушки, вот эти, сёстры во Христе, они мне шьют трусы, косовородки и присылают. Почему? Потому что действительно есть некий духовный союз между людьми, которые хотят исследованием заниматься божественного откровения, которые хотят и изучать эти священные тексты, особенно евангельские тексты, которые воспринимают их как руководство от Господа для действия, Господнее руководство к действию. И вот эта удивительная женщина, о которой мы прочитали. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И далее мы читаем, и она в то время подойдя славила Господа и говорила о Нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. И далее, и когда они совершили все по закону, Господню, то есть Мария и Иосиф, возвратились в Галилею, в город свой Назарет, младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрость и благость Божия была на Нем. Здесь мы можем предположить, что в Назарете они были самый короткий промежуток времени, потому что была опасность, они спускаются в Египет, но есть точка зрения, что события немножко были в другом порядке, но в любом случае мы признаем, что было и бегство в Египет, и возвращение из Египта, уже когда умер царь Ирод, а вот эти события, которые мы прочитали, они предшествовали спуску в Египет. В древности так и говорили спустился в Египет, сошел в Египет, а когда человек приближается к Иерусалиму, говорили, поднялся к Иерусалиму, когда человек приближается к Святой Земле, взошел, алия, алия – это подъем, когда человек возвращается к святыне. Каждый храм – это для нас тоже особое место, место возвышения наших душ и наших сердец. И мы благодарим Бога за любую возможность, когда мы посещаем святые храмы Божьи и участвуем в общественных службах и в духовных назиданиях. И далее мы читаем уже некое обобщение. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Значит, выше мы прочитали. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благость Божия была на нем. То есть, процесс роста у него был, он, как истинный человек, возрастал, и в нем усиливалась премудрость Божия. Но, как Сын Божий, он владел уже всей информацией взаимодействия в нем божественного и человеческого, это, конечно, некий тайный. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Это было так принято по закону. И когда он был двенадцати лет, то есть, когда Иисусу исполнилось двенадцать лет, пришли они, то есть, Мария и Иосиф, также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме и не заметил того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Что значит с другими? Взрослые шли отдельно, дети шли отдельно. И они возвращались с праздника, и они думали, что он идет с другими детьми, но потом они посмотрели, его нет. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми и не найдя его, возвратились в Иерусалим. Марий и Иосиф возвращаются в Иерусалим, ища его, через три дня нашли его, то есть двенадцатилетнего Иисуса, в храме сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. то есть они целых три дня искали Иисуса, потом они пошли в храм, может быть, чтобы помолиться, чтобы Господь помог им, и тут они видят эту картину, двенадцатилетний Иисус в окружении иудейских старцев, он их спрашивает, они отвечают, удивляются его вопросом, и они слушают его, когда он говорит. «И увидев его, удивились, и матерь его сказала ему, чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой, то есть Иосиф, и я с великой скорбью искали тебя, он сказал им, зачем было вам искать меня, или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему». Храм, любой храм, это место, которое принадлежит Отцу Небесному. Тогда был только один единственный храм на всей планете, это Иерусалимский храм на горе Мариал, иначе оно называется Храмовая гора. И здесь Иисус вместе с мудрецами еврейского народа он обсуждает какие-то галахические принципы, они рассуждают о законе. Почему слова 12-летнего мальчика так поразили этих мудрецов? Дело в том, что священные писания Ветхого Завета, они написаны Духом Христовым. И апостолы так и писали, что Дух Христов издревле говорил в пророках. Евреи погружали свое сознание в изучение Торы, закона Божия, Божьего Слова. А Христос и есть Слово, которое стало плотью и обитало с нами полной благодати истины. Он, как выражение премудрости божественной, сам Бог и человек собеседует с ними, они как бы оказались перед лицом того источника, из которого они черпали познание Бога, читая закон пророков и Писания. Закон Тора, пророки Набиим, Писание Кетубим. Так делился Ветхий Завет в те времена в еврейской традиции. Христос – это Бога-человек. Поэтому, хотя мы в Нем разделяем действия, Он действует иногда как человек, когда Он алчит, жаждет, но при этом Он – Бог. И божественное человеческое в Нем в единую постась. И божественная мудрость изливалась из каждой фразы, которую Он произносил, и эти мудрецы Иерусалимского храма пришли в трепет. Они созерцали отрока, который был значительно выше каждого из них. Как Златоуст сказал, как небо отстоит от земли, так Новый Завет выше Ветхого Завета, Евангелие выше Закона. Но они не поняли сказанных им слов. То есть, когда Он сказал, «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему». Блаженный Феофилах пишет следующее. «А когда нашли Его, смотри, как Он отвечает им, так как Дева назвала Иосифа отцом Его, она сказала, «Я и отец твой», имеется в виду названный отец, то Он говорит, «Не Он Иосиф мой истинный отец, хотя Я был в Его доме», то есть, в Назарете, «Но Бог мой отец и потому я в Его доме», то есть, в Иерусалимском храме, то есть, в храме Его, но они не поняли, что Он сказал им, ибо это была тайна. То есть, даже такие духовные люди, как Пресвятая Дева Мария и обручник Ее Иосиф, святой праведный человек, они не могли до конца проникнуть в некоторые фразы Христа Иисуса. Кстати, Христос Иисус, Господь наш, иногда замолкал, когда понимал, что люди перестают Его разуметь. И Он даже говорил, «Я говорю о земном, они не понимают. Как же будет, если я буду говорить о небесном?» И в окончании сегодняшней главы мы читаем, «И Он», то есть Христос, пошел с ними и пришел в Назарет и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце своем». Вот опять это повторение, она сохраняет все эти слова в сердце своем для кого-то. Для Матфея, для Луки, для Марка, для Иоанна, вот для какого. Иоанн узнал историю о брачном пире в Кане Галилейской. Лука узнал историю о приходе пастухов, Матфей о приходе волхвов. И Лука узнал события, связанные с 12-летним Иисусом Христом. То есть вот это Евангелие, которое мы изучаем, это все проистекает Евангелие Детства Христа из сердца Пресвятой Девы Марии. Мы как бы читаем Евангелие Марии, поражаясь точностью передачи тех или иных событий. И он пошел с ними и пришел в Назарет и был в повиновении у них. То есть до 30 лет он пребывал в повиновении у своих родителей у Девы Марии и названного отца Иосифа. И Матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем и Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. Вот так было до 30 лет. Ни в какую Индию он не ходил, как там Рерихи выдумывали. До 30 лет он пребывал смиренно в послушании у своих родителей, у Девы Марии и названного отца отчима Иосифа и Асефа, которые заботились о нем. Мы можем представить, и это запечатлено в иконографии, что Иисус Христос до 30 лет помогал Иосифу, пока тот не умер. А что он помогал ему делать? Иосиф был плотник, и Христа часто называли, а это сын плотника. Значит, Христос столярничал с рубаночком, пилил доски, делал стулья, столы, то есть все то, что можно было продавать римлянам, грекам, евреям. Он вел обычный образ жизни. Он готовился к тому времени, когда он сможет выйти на общественное служение по закону Моисееву, а по закону Божию в 30 лет человек считался по-настоящему и физически, и духовно совершеннолетним, и он мог выступать на общественное служение. Итак, друзья, мы с вами сегодня изучили вторую главу Евангелия от Луки. на будущее, когда вы приходите на эти занятия, у нас на клиросах лежат новые заветы крупным шрифтом, вы можете брать оттуда и следить по тексту, кто не принес текста из дома, вы можете следить, а потом после занятия будете класть их назад, нам вот одна сестра, она подарила эти тексты от своего прихода, и мы можем ими пользоваться, потому что когда мы материалы следуем, и вы следите по тексту, это значительно эффективнее. Я обращаюсь также к тем, которые будут слушать аудиозапись или там видео смотреть, всегда держите текст перед глазами, потому что когда мы по тексту следим за какой-то беседой, которая помогает нам понять этот текст, здесь усиливается восприятие этого текста, мы более объемно воспринимаем тот урок, который нам предлагается. Теперь помолимся. Спасибо.